Видео по Dagger Urban будет в двух частях Здоров, обосранцы! Короче, Dagger Urban от Dagger Knife Все ссылки в описании Так, сейчас я его распакую А почему я решил снять распаковку? Ну, по той простой причине Мне интересно, как эта компания Поставляет ножи потенциальному покупателю Давайте, короче, посмотрим, как он приехал И как это все выглядит История, значит, такова Нож этот я увидел у человека У которого канал называется Андрей К Зашел по ссылочке на сайт Написал производителю Они, в принципе, быстро откликнулись Мы с ними пообщались, как бы Туда-сюда, потом прошла, наверное, неделя Девушка мне написала, что, говорит Извините за долгий ответ Как бы готовы выслать нож Пишите адрес То есть без всяких разговоров Без всяких уговоров Без всяких, я не знаю, разводов А она говорит, как бы Ну, нам интересно, чтобы люди увидели эти ножи Я так понимаю, что это какая-то Молодая ножевая компания С производством, ну, наверное, скорее всего, в Китай Вот И почему я все-таки распаковал этот конверт при вас Мне хотелось бы показать, в чем приезжает этот нож Нож приезжает в такой красочной коробке То есть, друзья, это уже плюс, скажем так Какому-то, ну, не знаю, наверное, все-таки успеху Почему? Потому что все-таки приятнее, наверное, подарить вот такой вот нож, допустим Ну, кому-то в коробочке Чтобы человек открыл там раз-раз, понимаете Чем вот просто нож с ума у него Вот Конкретно про этот нож я вам не буду рассказывать Там какие-то ТТХ, еще что-то Вы можете зайти, опять же, я говорю, в описании Ссылка на эту компанию Зайти, все посмотреть Там цены, там все Пообщаться, написать Ну, как бы, грубо говоря Я так понял, что ножи недорогие Давайте, ладно, рассмотрим этот нож Что он из себя вообще там представляет Как он вообще выглядит Поближе сейчас подставим немножко Чтобы лучше видно Вот, наверное, вот так Короче, черная, приятная коробочка Даггер Урбан Еще раз покажу Здесь, я так понимаю Их какой-то там мейл Или что это такое Или инстаграм Я уж не знаю, что это за значок Этим я не пользуюсь Так, легенькое описание То есть манул На русском языке Удобный складной нож Для ежедневного ношения Он разрабатывался специально Для решения задач Самообороны Вот мне что интересно В принципе Прекрасно подходит Для решения каждодневных задач То есть EDC ножичек Также для нашей Также в нашей линейке Предоставлен даггер Дефенс Нож с фиксированным лезвием В комплекте С удобным ножном из Кайдекс Он является Даггер Дефенс Нам пока не интересен Потому что, как бы, у меня его нет Но, может быть, когда-нибудь и появится Так, давайте, ладно Сам этот ножичек посмотрим Даггер Урбан А вы знаете Что-то я куда-то вышел из кадра А вы знаете В принципе Приятное такое ощущение Вот на первый взгляд Но Давайте, ладно, буду говорить как есть Не знаю, там, компания-то Обидится на желание Обидится просто Ну, такое приятное ощущение Как бы, но Все равно берешь Как будто в руки Какой-то Ганза к тебе приехала G10 на рукояти Сталь у нас 440С заявлено Ну, наверное, скорее всего Клин Если кому-то, в принципе, это имеет значение По центру Для меня это, по большому счету Имеет значение Во-первых, это говорит о сборке И, как бы, отношении к сборке Производителя То есть Если вдруг производитель позволяет себе Отсылать ножи, где клин не по центру Это говорит о том, что О его халатном отношении К потребителю Правильно же Кто-то может там, типа Злупить, что Что, у тебя руки с жопы растут Ты можешь сам отрегулировать Там, или нож приезжает тупой Типа, ты можешь сам заточить Нахрена мне покупать тупой нож Нахрена мне самому регулировать Когда я хочу получить нож И уже начинать им пользоваться Сразу же, правильно Я думаю, многие со мной согласятся Конечно, так же И найдутся, скорее всего, противники этому Ну что Откроем, наверное И посмотрим Этот шикарный нож для самообороны Ну, в принципе По видосам я уже понял Что нож это-то Себя представляет Как бы, как он выглядит Нож имеет, конечно Какую-то Скажем так Копьевидную форму То есть Наконечник копья Я, скорее всего Ну да, если нож заявлен Как для решения Каких-то Самооборонных вопросов То есть Для Пробивной способности Ножечек это мы, конечно С вами потестируем, друзья Потому что Очень уж мне интересно Замок у нас Лайнер Лок Шайба у нас Цвет Мед Это я вам все Показывать не буду В общем Здесь у меня даже Какая-то бумажка С собой Давайте посмотрим Ну, на палец Нож, в принципе, не заточен Да, нож не заточен Хотя Что-то цепляет Ладно Это не Самое главное В этой ситуации Вообще Приятное Приятное первоначальное Впечатление Для ножа За такую Скажем так Стоимость Он стоит Там, по-моему Две, по-моему С лишним Чего-то тысячи Утверждать не буду Посмотрите на сайте По Грубо говоря Такие ножи Да, уже есть На обзорах Даже у некоторых Известных Канальчиков Как бы за них Уже сказали Своё мнение Знающие, скажем так Люди Вот И кто-то обмолвился Что они хотят Переносить производство В Россию В Россию, конечно Это очень хорошо Что они перенесут Производство Но, друзья Тогда, скорее всего Цены вырастут Потому что Сами понимаете В Китае всё это Стоит копейки В России Стоит это В разы больше Ну что, определённо Нож удобный Как бы В руке он Как Грубо говоря Свинчатку Его использовать Ты не будешь То есть Чтоб зажать И кого-то Долбануть Потому что Лезвие сразу Врезается в руку Как он Открывается Но я думаю Что Шайбочки Сейчас притрутся И нож Начнёт летать Сто процентов Люфтов Пока здесь нет Какая-то Даже там Есть смазочка Скорее всего У меня такие ножи Непривычны Как бы Я Особо Спайдерками Есть, конечно Тенешес Я таскал на кармане Одно время Но я им не игрался Ничего Просто он лежал Как и десенужик Всё Как бы Я не профессионал Его Вот этих игр Видите Здесь он идёт уже туго Ну ладно Люфтов здесь нет Ну Давайте Ладно Наверное Сразу по обработке Что я могу сказать Ну Обработка Конечно Скорее всего На этом Внимание Заострять Не стоит И не надо было бы Может быть Даже компания Была против Но я думаю Что заострить Всё-таки надо Потому что Если кто-то Приобретёт С моей подачи Такой нож Потом просто Будет кидаться В мой канал Говном Что я как бы Рекламирую Ну по сути Говно На самом деле Для этой стоимости Как бы Обработка Более чем Бывает гораздо и хуже Бывают ножи Гораздо хуже У качества И за большие деньги Скажем так Ж-10 С такой приятной Мелкой накаточкой Стальные лайнеры Лайнер-лог Такой в принципе В меру Жёсткий Вот как он Отработает Я не знаю Вот этот выемка Мне конечно Не очень понятно Для чего она здесь Я как бы Может быть Уточню на этом Застрю на этом Внимание И конечно По этому ножу Видосы еще будут Наверное Все-таки С какими-то выводами Потому что Одно Часовое видео Снимать Резона нет Его никто Просто тупо Не смотрит Клипса Ну клипса Клипса Это сейчас Неотъемлемый Атрибут Любого складного Ножа Скажем так Одессишного То есть Каждый у нас Грубо говоря Ножеман Стремится Чтобы нож У него был С клипс Хотя Ну не знаю Как таковой Если Я считаю Что если нож У ножа С клипса Его сажать На эту клипс То надо Скорее всего Сажать его На джинсы На этот Маленький Карманчик Презервативный Знаете Такой вот То есть Нож должен быть Гораздо короче Он туда раз И погрузился А если В основной Карман Ну нахрена Он будет торчать Винты все У нас Все-таки Под торксы Здесь у нас Вон какая Звезда Вот это Я считаю Конечно Для российского Рынка Как бы Явление Довольно таки Старое Но По большей степени Как-то оно Неприемлемое Потому что Вот Какой-то нож Мне пришлось Разбирать Понадобилось Мне его разобрать Для чего-то Я уж честно Скать не помню Торкс У меня дома В хозяйстве Не было Понимаете То есть Лишняя растрата То есть В России У нас На торксы Особо ничего Не собирается Так что И нескоро Мы еще Придем к тому Что у нас Все будет Идеально На этих торксах Тем более Торксы Я считаю Что непрактичны Почему Потому что Во-первых Начнем с того Что даже Купить тот же Инструмент Какой-то себе Те же Отверточки Вот эти Торксные Звездочки С разными Диаметрами Во-первых За какие-то Дорогие Платить Не очень хочется А какие-то Дешевые Они тупо Или шлицы Срезаются На этом торксе На самом А в принципе Если Как бы Винты на ноже На самом Хорошо Посажены На фиксатор Резьбы То То есть Вы можете Свернуть Грубо говоря Уже Сами шлицы На винте И открутить Это будет Ну Супер проблематично Так что Я не знаю Если компания Все-таки Как бы Молодая И она Все-таки Пока Набирает Обороты И хочет Услышать мнение И как бы Довести нож Ну Скажем так До идеального Состояния Лучше Наверное Перейти на Какие-то Другие винты Более привычные Для наших Скажем так Российских рук То есть Шлицевые Или какие-то Крестовые Вот По большому Счету Нож За счет Своей Узенькой Рукоятки Сидит в руке В принципе Удобно Вот этот Под пальцевый Упор С насечкой Хотя Непонятно Для чего Насечка Здесь нужна Если бы Насечки Не было бы Я не думаю Что при каких-то Соскочил В принципе Сам под пальцевый Сама под пальцевый Выемка Довольно-таки Такая удобная Как бы Для крупной ладони Рукоять Вообще Сделано хорошо На вопрос Если кто-то Спросит С чего Скопирован Этот нож Я не знаю И содран ли Этот спайдер Холл Как Я не знаю Кто-то Обмолвился В каком-то Из видео Что типа Патент на Спайдер Холл У компании Спайдер Уже Кончился Так что Могут Какие-то Другие Люди Используют Здесь Видите Какое Решение Здесь Спайдер Холл Или Как он Правильно Назовется Короче В этом Отверстии Сделаны Такие Два Бугарка Ну Наверное Для того Чтобы Все-таки Избежать Проблем С компанией Спайдер И Вообще Никто Не Придрался Ну Я думаю После Часов Несколько Игры С этим Ножом Я думаю Что Он Начнет Вылетать И Вот Пока Он Не Вылетает Его Приходится Сжимать Вот Этими Пальцами А Мне Для Моих Длинных Пальцев Это Не Совсем Как Был Удобно Не Знаю Почему Складывается Первое Впечатление Что Если Все-таки Использовать Для Самообороны Как Он Заявлен В Ужас Не Наверное Сегодня Звук Будет Полное Говно Допустим Если На черных Штанах Там Видно Нет Как Примерно Вот Настолько Он Где-то Выходит Из Кармана Будет Лето Видно Допустим В тех Джинсах Ну Сверху Если Накинете Футболку То Как Б Видно Это Небуд Если У вас Футболка Короче Или Джинсы Занижены Талии То Друзья Скорее Сверху Видно Это Будет Если У вас Тем более Джинсы Низкие Карманы Скоро Коротенькие То Он Будет Упираться В Дно Кармана Когда Будет Садиться Будет Неудобно Скорее Всего Как Б Вот С одной Стороны Конечно Хорошо Что Клипсы Здесь Есть И Она В Принципе Переставляется На Клипсы Не Переставляется Грубо говоря В Другое Положение Да Уп Ап Я Не Знаю В Чем Посмотрите В Интернете В Принципе Два Два Таких Отверстия Здесь Особой Роли Не Сыграли Но Все Таки Было Приятным Дополнением К тому Что Кому Тут Нравится Так В В Наров Какой Какой Я Не Обладаю Потому Что Я Вообще Не Рассматриваю Ножи Как Средство Самообороны Потому Что Это Нож При Самообороне Может Потом Перерасти В Какое Нападение С Ножом Человек Потому Что В Российском Законодательстве Очень Сложно Доказать Обратное Чтобы Оборонялись А Не Нападали Обратным Хватом Опять Вот Под Пальцевую Выемку На Рукояти Тоже Как Бы Удобно Под Мизинец То Есть При Тычковых Действиях Скорее Всего Это Мы Все С Вами Постараемся Проверить В Ближайшее Время Вот В Принципе Наверное Пока Достаточно Так Друзья Мои Если Все Таки Даггер Урбан Заточен Под Скажем Так Само Оборону Давайте Его Испытывать На Пробивную Способность То Есть Дальше Вы Поймете О чем Будет Речь Короче Есть У меня Такой Зачетный Кожаный Плащ Из Начала Двухтысячных Реально Хороший Добротный Короче Еще Кое Какое Трепье Джинсики Старенькие Сейчас Я Найду На Что Это Намотать Чтобы Нам Грубо Говоря Попробовать Как Он Пробивает Ну Какой То Определенный Слой Одежды Слой